Часть элит реально обладает западным образованием. И ЦРУ, и Мишеси были вовлечены. Иран – очень выстернизированная страна, которая скрывает свою выстернизированность как может. Добро пожаловать на наш канал. С вами журналист Андрей Дубровский. И сегодня мы говорим о закрытой, загадочной, демонизированной стране древней цивилизации, об Иране. Как устроена страна, как она управляется, как функционирует иранская политика. Знаете ли вы, что в руководстве Ирана находятся иудеи, и зороастрийцы? Обо всем этом поговорим с политологом, иранистом Ильей Васькиным. Илья, здравствуйте. Почему Иран заинтересовал, почему его изучается? В принципе, это достаточно уникальный случай, когда вроде как светское государство, которое было в Шахе, и светское общество, оно вдруг стало религиозным. Судя по тому, как Иран за 20 век сильно менялся от эпохи к эпохе, и одновременно был вестернизированным, насколько это возможно, либеральным на Ближнем Востоке государством, с другой стороны, теократия. Как это проявляется в широких общественных слоях? Шахский Иран не был либеральным, вот слово совсем, то есть там самый свободный период, это 41-53-е годы, после этого вдавка начала сжиматься, то есть Шах начал проводить репрессии, отменять выборы, выборы сами, то есть они в принципе и до этого, то есть их результаты искажались, но после 53-го это прям очень явно пошло. Все партии были опразднены в 75-м году, кроме одной партии Растахиев. Были жесткие репрессии по отношению к оппозиции, была очень жесткая цензура, так что не надо думать, что шахский режим был либеральным. Это миф. Правильно ли понимаю, что шахский режим, получается, миф состоит в том, что он был либеральным, он не был либеральным, но при этом он был прозападным, то есть у него были большие и контракты, и партнерства с Великобританией, где-то с США, с Францией. Шахский режим был не только прозападным, но и прозаветским в том числе. То есть, если посмотреть архивы Рогаэра, есть архивы экономики, то там прям очень много договоров, которые Советский Союз заключал с Раном. Я так понимаю, Иран стремился получать выгоду от всех. То есть, от Советского Союза, от Советского Союза, от Советского Союза, от Советского Союза, от Антонургического завода, еще парочку, машиностроительные, если я не ошибаюсь, от США от доступа крупных корпораций, различные финансы, различная организационная помощь. Ну, то, что касается Британии. Опять же, это все достаточно основное. То есть, инвестиции иностранные, прямые. Британия, насколько я понимаю, занималась нефтью. Ну, или была главным импортером иранской нефти при Шахе, то есть, англо-иранская нефтяная компания. Она была до 1951 года главным экспортером из Ирана нефти. В 1951 году премьер-министр Мохаммед Мусадык национализировал англо-иранскую нефтяную компанию. В 1952 году международный суд ООН сказал, что да, Иран имеет на это право. И в 1953 году битансы и американцы, которым как раз таки понравилось, они устроили переворот против Мохаммеда Мусадыка и вернули Шаха на трон по факту. В результате вместо англо-иранской нефтяной компании возник международный нефтяной консорциум, которому 50% прибыли шло, этому консорциуму 50% в урану. А этот консорциум состоял из 8 организаций, из 8 нефтяных компаний, 40% от... Это ближе к петролиуму как раз. Дальше, по-моему, штуки 3 или 4, это американские разные компании, плюс еще одна британская, которая будущим стала в Италии, еще одна бельгийская. А как этот переворот британа-американский повлиял на отношения с Ираном, на вообще отношения к западу иранцев? И что мы узнали из... Насколько я понимаю, лет 10 назад был большой архив опубликован на ЦРУ прямо по этим событиям, там, 51-го, 3-го года? Ну, на иранцам повлиял очень негативно. То есть, представьте себе, Мухаммед Мусадов, он при всех своих проблемах был светский либерал. За построение демократического Ирана, за ограничение власти, ну, поняли примерно. И вот его свергает... В пользу шаха его свергают британцы и американцы, которые вроде как продемократические. То есть, это очень сильное разочарование как раз в таких демократических ценностях. В Британии и США, ну, как вообще им можно после этого верить? И шах после этого же начал строить авторитарное государство. То есть, он до этого строил, прямо после этого стал гораздо сильнее это делать. А как эта операция была осуществлена? То есть, ну, вот что как раз узнали из документов массива, с каким-то вы, наверное, знакомились? С тем, что, да, действительно, и ЦРУ, и МИ-6 были увлечены, они передавали данные. Они с натуральной информацией, там, все заинтересованы в сторонах. И еще плюс это непосредственно увлечение военных сил США. Они не были заинтересованы в том, чтобы Иран был советским даже, Масадык был частично так, значительно дружимым на стороне к Советскому Союзу. И это все же холодная война. Зачем им брать регион, который часто их является, их опорой, и превращать его, и, зато спокойно превратиться в регион, который станет кругом? Что они добились этим? Масадык пытался или начал национализировать нефтяную промышленность, чтобы, правильно ли я понимаю, оставить деньги за Ираном, ресурсные, по крайней мере нефтегаз, может быть, еще какие-то такие стратегические отрасли. И, то есть, снова сохранили за собой контракты британцы, американцы, французы в нефтяной еще каких-то отраслях. Масадык стремился, то есть он полностью национализировал нефть, это был специальный указ. Британцы и американцы же хотели получить прибыль от всего этого. Это решение откатили, да? Да, да, но вместо англо-иранской нефтяной компании, которая только 15% своей прибыли передавала Ирану, было заключено новое соглашение, где уже говорил, 50% Ирану, 50% консорциуму. После этого решения? Да, после переворота. Иран все-таки выиграл? Да, сдвиги произошли, но вот эта самая национализация привела к довольно-таки серьезным дебатам к международному суде ООН, по итогу, и это послужило рождение целой даже новой отрасли, о праве международного экономического права. Я посмотрел по британским реестрам юридическим в 2017 году закрылась иранско-британская нефтяная корпорация. Нет, она, нет, англо-иранская нефтяная компания, она существует до сих пор, это British Petroleum. То есть она мутировала? Да. А это некий фантом, копия, ну, какой-то другой. Да, British Petroleum и англо-иранская нефтяная компания, это, в принципе, одна и та же организация, просто с другим названием, ну, и работающая уже в новых условиях. То есть они продолжают, British Petroleum продолжает работать в Иране? Нет, она не продолжает работать в Иране, она просто переключилась на другие рынки. А в Иране у нее не осталось? Нет, вся иранская нефть 70-го года принадлежит Ирану. А остались ли какие-то другие отрасли, необязательно сырьевые, где старые партнеры сохраняют какие-то позиции? Ну, вот Автопром точно, я так понимаю, Франция локализировала производство своих автомобилей Citroen и Peugeot. Да, ну, опять же, это условия контракта. Говоры еще 90-х годов, иранские правители говорили, окей, пожалуйста, стройте, но с условиями, опять же, полной локализации вы обучаете наших специалистов, чтобы мы тоже могли произойти в том автомобиле. Именно иранский Автопром это достаточно успешная отрасль. Опять же, я здесь сравниваю с другими автомобильными отраслями других стран третьего мира. То есть подобного успеха, по крайней мере, в плане производства автомобилей добились только, наверное, Южная Корея, Япония, Китай. ЮАР? Нет, насколько я знаю, ЮАР нет, то есть в Иран они производили более миллиона автомобилей. Это довольно-таки много, я так говорю. В год? Да, в год. Чем обоснован такой успех? Какие можно управленческие решения увидеть? Может быть, и не только в Автопроме, как раз в иранской промышленности, которые позволили, ну, тем более, еще в условиях санкций или благодаря условиям санкций построить вот такой продукт? Во-первых, 90-е санкции были такие, не очень сильными, а во-вторых, рано в это время искал партнеров за рубежом, то есть это были Турц, это были Южная Корея, к примеру, Бразилия. В общем, у кого мог, с кем мог договориться, он договаривался, эти страны снабжали экспертизы, отправили специалистов, рассказывали, как можно и нужно технологически организовывать, так что, в принципе, это, по сути, поиск партнеров за рубежом, потому что сами бы они это никак не сделали. Правильно ли я понимаю, что многие технологии, они все равно квазиевропейские, если смотреть, по крайней мере, на автопром, то автомобили, это Франция, там, Citroёn, Peugeot, автобусы, это Ахаб, по-моему, это шведская Scania, ну, в смысле, это локализация или копия производства. А беспилотники, если я правильно понимаю, это, по-моему, американская основа технологии. Ну, на самом деле, я скажу, наверное, такую страшную странную вещь для многих, но Иран очень вестернизированная страна, которая скрывает свою вестернизированность как может. А в чем, в чем мы можем увидеть эту настоящую вестернизированность, которую она скрывает? Часть элит реально обладает западным образованием, то есть элит в Исламской республике. Я прям сам анализировал биографии, я бы оценил так, от 5 до 15 процентов, если брать вообще всех, то есть как минимум одна степень, полученная на Западе. Речь идет об элитах. Да, об элитах. Человек, ну, на самом деле, там в университетах много выпускников западных университетов. Люди, которые устраивали культурную революцию, например, в экономике в начале 80-х, они учились и преподавали в западных университетах, поэтому, то есть, курсы по экономике там, они выглядят так, обычный такой, стандартный экономикс, плюс еще немного риторики некоторых там, курсов с критикой западного мира там и капитализма. Но в целом, содержательно, это именно то же, что придает в России мир в буквы ряде, если именно по содержанию или магистратуре. Это похоже на советскую модель антикапитализма, где на основе каких-то капиталистических моделей выстраивается новая, но она учитывает... Да, учитывает местный контекст. Да. Дальше, Конституция, как я уже говорил, это вообще-то важнейший документ, его первый черновик, это черновик Пятой Республики. Он в Франции. Французская культура достаточно сильное влияние оказала на Иран. Еще раз, получается, Конституция Французской Пятой Республики бралась за основу... Да, да, да. То есть, это был первый черновик, который... Хасан Хабиби, который на тот момент был аспирантом Сорбонны, по социологии право показал, предложил черновик Конституции Исламской Республики, а это Леха Мини. А почему именно Пятой Французской Республики? Ну, он учился во Франции, где-то как раз это были 60-е годы, ну, 60-е годы, это были 70-е годы, но я думаю, что Хабиби, он сначала 60-х, думаю, он видел как раз и протест 68-го года, так что я думаю, он был по впечатлениям от всего этого, я считал, что французская модель подойдет хорошо под Иран. Но опять же, я не телепат, это просто мои допущения спекуляться. И Айталах Мини принял? Он сильно подредактировал, ну, а ядро, в принципе, да. То есть, там были довольные исламские институты, достаточно много значений там, где ислам должен быть. В конституции исламской республики, к примеру, есть отдельная статья про защиту и экологию. Это не очевидно, почему она вообще там должна быть. Ну, если вроде как это теократия. Это с 79-го года. Да, с 79-го года структурно не сильно изменилось. Можно ли сказать, что с 79-го года, по крайней мере, с точки зрения главного документа страны, Иран стал более западным, чем был при Шахе? Ну, я бы сказал, что Иран стал более, про западное я не уверен, но можно сказать, что он стал более таким плюральным. То есть власть стала куда более распределенной, менее централизованной. Если под задом понимать демократию, плюрализм, конкуренцию политическую, права человека, то как-то не парадоксально, в какой-то степени да. Произошлась некоторая децентрализация власти. То есть вместо одного очень сильного Шаха, да, конечно, остался верховный руководитель, который тоже очень сильный, но он скорее арбитр, который регулирует отношения между элитами в большом количестве института власти. А какие еще элементы указывают на восторнизированность Ирана, то, что вот мы о нем не понимаем и то, что кажется нам анти-западной моделью? Это, наверное, потребление, которое сильно изменилось. Например, есть кока-кола. Ну, иранская. Да, ну, иранская. Ну, в принципе, она в Афганистане есть. На уровне идеологии, идеология Вилая Теф-Хаких, но если коротко, главное то, что верховный руководитель является исполняющей обязанности 12-го сокрытого имама. Что это значит? Это значит, что пока не придет 12-й сокрытый имам, который сокрылся в 7-м веке нашей эры, он исполняет его обязанности. Он является таким верховным юристом, абсолютом. Да, так, наверное, обосновывается. Самое интересное, то, что верховный руководитель, он имеет право ради политической целесообразности можно нарушать нормы ислама. И это такой шаг, который, ну, опять же, проведя их три параллели, сделал Томас Гоббс по отношению к христианству. То есть нынешняя идеология, она занимается самосеквализацией исламской республики. Нормы ислама, то, что написано в Коране, можно нарушить ради каких-то конкретных политических целей. Что касается первого великого Айталы, сам Айтайла скрывался тоже во Франции в 1978-1979 год. Может ли с этим быть связана тоже его некоторая симпатия может быть, к французскому политическому эстеблишменту, проекту? Он, да, скрывался там последний год, собственно, в 1978-1979 год. Там уже до этого он был в Раду. Почему вообще именно во Франции? Во-первых, в Советении как бы видели, что происходит вокруг. Во-вторых, его коалиция она включала на самом деле таких достаточно левых по взглядам своих людей. Те, которые вдохновлялись французским образцом. Хасан Хабиби как раз, один из них. С другой стороны, я думаю, что просто Франция такой самый очевидный пример, он здесь рядом, зачем далеко ходить. Во Франции была довольно-таки большая иранская диаспора, потому что в 50-е, 60-е, 70-е год наиболее активно Шах отправлял лучших иранских студентов учиться за границу. Были специальные программы. И, соответственно, это была США, Франция, самые такие крупные. Шах отправлялся во Франции, думаю, потому что она была ближе всего к Ирану, плюс она была самая большая иранская диаспора студентов, выпускников. Остались ли с Францией какие-то заметные теперь в ретроспективе связи политические, социальные, на основе которых, может быть, вырос потом крупный бизнес и с автопромом? Я не уверен насчет таких политических социальных связей, но у Ирана и Франции вплоть до недавнего времени был совместный институт, именно который распугался в Тегеране по изучению древнего Ирана, классического. Иран и Франция вместе занимались иранистикой в этом институте. До какого момента? До протеста недавних, до 23-го года. Причина закрытия? Ну, как раз санкции французские против иранских лид и против Ирана в целом. Просто слишком сильный разрыв уже был. А с точки зрения экономики как Франция интегрирована с Ираном? Понимаете, Иран не публикует статистику по инвестициям, поэтому Бог его знает. Но опять же, есть факт, что они с автопромом помогали, я думаю, с медициной помогали. Я точно знаю, что эти связи на уровне интеллектуалов, но это не только на самом деле, с французами именуются всеми. Иранские интеллектуалы, как ни странно, они, давайте, продвинутые самые, не консерваторы, а, условно, та группа, которая нужна технократами, ну, понятное дело, против реформатора, они стараются общаться там, где это возможно, там, где это им не навредит. И опять же, в том, что касается, что касается, условно, чисто технократическими аспектами, то есть, то, что не вовлекает в политику, это разрешено. Автопром и какие-то другие отрасли, которые, может быть, не так очевидны, вот со стороны Франции, это когда поддержка и партнерство началось при Шахе еще или уже после революции? Ну, еще при Шахе, конечно, просто после революции сильно изменилось отношение, ну, 80-88 год, это еще иран-Иракская война, плюс еще Айталах Аммини был скорее совсем антизападно настроен, а вот после 89-го года в принципе пошло сближение, как-то попытка наладить связи со всеми. Кроме США? На самом деле, есть США в том числе. Где-то был успех, где-то был провал, США не получилось. В том числе. Можно ли сказать, что жесткие американские санкции в отношении Ирана по ядерной программе или там еще какие-то другие не придерживаются так европейцы, в частности, или в первую очередь французы, и это делает этот санкционный купол гырявым. Ядерная сделка, да, тогда Иран выполнил свои обязательства по ССОПД, а Дональд Трамп вывел США в одностороннем порядке ССОПД. То есть, Иран, грубо говоря, выполнял свои обязанности, и вообще никаких претензий не было. США вышли, и это было сильное разочарование с точки зрения самого Ирана, и как бы мотивация исчезла. То есть, вот смотрите, мы с вами договорились, мы с своей стороны все исполняли по пунктам, то, что было обещано, а вы просто проживали соглашение. И это, как бы, тоже очередное разочарование. Ну, таким образом, я извиняюсь за сланг, получается, американцы кинули и европейцев тоже. Да, да, на самом деле, да. Ну, конкретно Дональд Трамп. Ядерная сделка, она решала один конкретный вопрос, ядерную программу. Трамп хотел заключить новую ядерную, новую сделку, которую он решил бы все проблемы с Ираном, что это сейчас главное лицо, если не экономики, то в целом во власти после Айталы. Да, Конституция Пробедствия это второй человек из Санкт-Петербурга. А насколько значимым тогда стала гибель Раисе и появление нового президента выборного? Как изменился баланс сил? Что касается баланс сил, политика Санкт-Петербурга устроена так, есть консерваторы, которые за сохранение текущего курса, за закрытость, за политическую изоляцию, и есть реформаторы, которые за либерализм, за ограничение власти верховного руководителя, за открытость миру, за диалог с Западом. Что было на момент гибели Раисе? Парламент под контролем 60-70% это консерваторы, остальные реформаторы, Совет экспертов, там двойные аффилиации, трудно сказать, ну то есть там были группы, 70% консерваторов и 60% реформаторов, ну то есть двойные аффилиации. Как-то на самом деле люди думают, это Бог его знает, нужно копать, Совет экспертов практически исследований нет, поэтому непонятно. Наблюдательный совет только из консерваторов. Министры правительства? Министры, они большая часть консерватора преобладающая. Что изменилось? Ну, понятное дело, парламент, Советы экспертов, они не могли измениться никак, потому что там уже выборы прошли в начале как раз 2004 года. Что касается президента, то, собственно, где-то если не будет около двух третей вице-президентов, они реформаторы, остальные независимые. А вот министры, там, грубо говоря, треть реформаторы, треть консерватора, треть нейтрала. Это так было? Нет, так стало, так стало. До была большая часть консерваторов везде. То есть 50-70% а остальные нейтрала, мирные, так называемые, или просто беспартийные. Но главное получается то, что в отличие реформатора они за диалог с Западом. Ну, в том числе, да, но они за внутреннюю либерализацию, чтобы государство было более подотчетным гражданам, чтобы, например, можно было лучше понимать, на что идут собственные налоги. А в виде решений это как-то отразилось? Важно, скорее сказать, как-то влияет на будущее решение. Определение, кто будет и кто может быть президентом, например, министром, это уже повлияло на, собственно, на назначение вице-президентов и министров, а еще влияние на принятие законов. Потому что без согласия президента никакой закон подписываться не будет. Поэтому консерваторы там, где они жестко продавливают свои варианты законодательства, они сейчас будут скорее, они будут вынуждены уйти на какие-то компромиссы и уступки. Что касается поддержки, если смотреть по результатам голосования именно, то по-первых, дело, что богатые районы крупных городов, в принципе, крупные города, они скорее выступают за реформаторов. С одной стороны, за реформаторов голосуют такие регионы, как как раз западный и восточный Азербайджан, а с другой стороны, очень бедный Систан и Белуджистан. Со свечкой не стоял, то пускай, что меньшинствам реформаторы выгодны, потому что у них есть хотя бы какое-то конкретное предложение. То есть у них хотя бы есть какой-то потенциал, какие-то будущие возможности. То есть то, чего меньшинства могут выиграть. А консерваторов нет такого предложения. А программы у них какие? Как можно их объяснить? Программы реформаторов в общих чертах и консерваторов? Если очень грубо говоря, то программа реформаторов это подотчетность гражданам, это ограничение принципа Вилаят и Факех, согласно которому собственно правит верховный руководитель. Это права человека, насколько это возможно в данный случай. Это дело так, чтобы конституция работала. Ну и избежение с Западом опять же, насколько это возможно. В Кремле хотя бы разрешение каких-то конфликтов. У консерваторов же наоборот, они скорее за то, чтобы продолжать конфликт с Западом, они за автаркию, за изоляцию, выступают за ограничение прав человека и за то, чтобы принципиал от Факех действовал по полной силу. И в принципе они за разные политические ограничения, за ограничение свободы слова, за ограничение свободы самовыражения, свободы сказаний, ну, поняли примерно. Пизышкиян впервые, наверное, за долгое время поднял вообще вопрос в национальных языках. Ну, преподавание на национальных языках. Потому что он-то сам азербайджанец, его родной язык азербайджанский, а персидский второй. И вот в Конституции рано вообще прописано то, что в школах есть право преподавать на национальных языках, на языках мяченств. И вот Пизышкиян выступает за то, чтобы эта статья Конституции была реализована на практике. Это такой достаточно сильный язык, потому что об этом достаточно... Ну, то есть немного вспомнить политикам, которые при этом таких влиятельных, как Псачкиян, которые вообще как-то говорили на эту тему до него, серьезно прямо. То есть этого не делал ни Хатами, ни Рухани. А на сколько острым вообще стоит национальный вопрос? Какую роль он в политике играет? Национальный вопрос, он явно стоит, по крайней мере, в связи с курдами, так или иначе, но его прям явно не проговаривают. В Иране именно официальном уровне, это скорее по терминам религии. Вот, к примеру, в Меджилиси есть квота, чисто религиозная. То есть из всех депутатов, там два, если не путаю, христиане, один нассириец, другой христиан-армянин, третий депутат иудей. Эти квоты должны заполниться? Да, они обязательно заполняются, они прописаны в Конституции. А касательно национальных регионов? Там их нет, там нет ничего такого подобного. То есть там есть регионы, где есть... Восточный Азербайджан. Ну, это, например, да, есть Истан, Белуджистан, где довольно-таки много национальных нечисленных. Важно понимать, что в Иране именно перцев 60%. В национальных регионах есть специфика управления? То есть, допустим, расставление местных кадров на верхнюю ступень вертикали. Ну, условно, на уровень губернаторов. Я прям такой статистики нигде вообще не видел. И вообще, если я именно на эту тему не встречал. Там есть губернатор, но губернаторы назначают президента. Понятно. В Иране есть, пускай криво и косо, но действует система выборов в городские региональные советы. Это, ну, так называемые, исламские, городские, исламские, сельские советы. Ну, исламские советы на уровне Астанов, провинций. Вот там, в принципе, порой к меньшинству избираются. Но, опять же, проблема в том, что как определить, кто относится к меньшинствам. Имя – это не аргумент. Язык – это никто нигде не пишется. Их биография, на каком языке он говорит. Как это отследить, довольно-таки трудно. Поэтому это, на самом деле, довольно-таки большой вопрос. То есть, это вопросы, ну, просто, по сути, вопросы идентичности. А спросить у каждого политика, к кому он к себе относится, – это проблема. А обратная тенденция на окраинах рано актуальна? Не по централизации, а по децентрализации. И даже какого-то сепаратистского толпа. Такая проблематика вообще есть? Ну, вообще есть. Ну, конечно, иначе в языке он не появился со своей риторикой про преподавание национальных языков. Я не знаю, когда, опять же, сменится режим. Он может через 10, может через 20, может через 30. Но допускают, что новый режим, он будет больше похож на современную Испанию с автономиями. А что к этому способствует? Ну, как раз, ну, тот факт, что в разных регионах есть национальные меньшинства, которые говорят на своих языках, в которых есть, собственно, запросы в плане культурно-политической и социальной автономии. Собственно, курдский терроризм достаточно известный. Это как раз, в принципе, можно проводить такие осторожные параллели с «это» в стране басков или с Ирландской Красной Армии в Британии. А что про курдский конкретно терроризм, можно сказать? Ну, то, что он в основном левый, но это было для наследия Советского Союза, потому что Советский Союз создал марионеточное курдское государство, Курдскую республику в 45-м году. Для курдов это было первое, это вообще первое для них получение хотя бы какого-то государства, и они идеологизировались из-за этого, потому что Советский Союз дал им хотя бы что-то. И с тех пор все курдские организации, они левые. То есть там разные виды и точки зрения идеологизации, но все они левые, все они такие прокоммунистические, про социалистические. До сих пор? Да, до сих пор. Рассматривается ли вообще, проговаривается в Иране на каком-то экспертном уровне или властном кризисный сценарий распада, как в Израиле? Медиа любят это продвигать, что западный и восточный Азербайджан может отойти Азербайджану. Рассматривается ли такой кризис? Там в Иране нет национальных республик. Ну, западный и восточный Азербайджан. Да, но это провинция. Теоретически они, конечно, и хотели бы взять, но я не уверен, потому что я не знаю, какая им будет выгода, потому что, грубо говоря, они богаче, чем Азербайджан. И иранский Азербайджан, там, восточный западный, они оба. Они по-хорошему, они живут до конца поставимо, а то лучше, чем Азербайджан как таковой. Непонятно, конечно, как все люди будут в кризисной ситуации, но как именно это будет кризисная ситуация устроена, если она будет. А что касается именно обсуждения, тайно, возможно, это все есть, но именно публично я не видел нигде, именно публичное пространство экспертного. То есть вообще риторику сепаратного, сепаратизма в Иране не рассматривают ее как проблему, с которой надо бороться. Возможно рассматривают, просто мы об этом не знаем. Да, вот мы поняли, есть Меджлис-парламент, есть выборщики, есть Айтайла, президент с правительством. А как между ними распределяются рычаги управления? Кто за экономикой, кто за внутренней политикой, кто за внешней политикой? Верховный руководитель, он отвечает за стратегическое развитие, плюс он имеет право, по сути, вмешиваться в любой процесс, если туда хочет. То есть он имеет право, к меру, вмешаться в процессе назначения членов наблюдательного совета и вместо советского юриста назначить Факиха. Такие прецеденты уже были целых трешетки. Потому что наблюдательный совет – это национальный уровень. Наблюдательный совет – это, например, конституционный суд, избирательная комиссия и верхняя палата парламента. То есть, с одной стороны, он проверяет законопроекты на соответствие Конституции и нормам ислама. Он также определяет, кто может участвовать, а кто не может. То есть он такой суперорган, который одновременно и законодательный на себя, и судебный. Да, 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 да. Да, да, да. И нельзя сказать прям суперорган, но он очень влиятельный орган. Да, да. Главный орган – это все же верховный руководитель. Так вот, наблюдательный совет – он определяет, кто может участвовать в президентских, парламентских выборах и выборах в Совет-экспертов. Дальше избиратели также брают Мюджелис. Это, собственно, парламент. На момент исламской революции 270, человек сейчас с 290. В парламенте? Да, да, да. Он выбирается раз в 4 года. И, соответственно, Мюджелис – это самый законопроект. Он такой самый-самый, наверное, плюральный, конкурентный по сравнению со всеми остальными органами власти. Президент отвечает за оперативное, административное управление страной, плюс частично за внешнюю политику. Представляете, прямо на периоды, какие были президенты, то это прям очень сильно разные курсы. То есть можно сравнить президента Агвара Хашимиров с Нжаним, при этом началась политика либерализации и некоторого открытия. И следующий, прямо после него Хатами, который пришел с идеей диалога цивилизаций в ООН. Это не шутка. И он выступал реально за серьезное партнерство, он выступал на Северном экономическом форуме. При нем сильно изменилась партийная система, то есть новый закон, по сути, который прям очень сильно ее переформатировал. Впервые начали проходить как раз те самые муниципальные выборы, которых не было раньше. То есть они были в 79 году один раз, Хомини их отменил и с тех пор они не проводились. А что это было за идея диалога цивилизаций? Вместо того, чтобы конфликтовать, друг с другом нужно искать общие места, где можно договориться. И как-то быть партнерами там где-то было возможно. Это похоже на идею многополярного мира. Ну, в какой-то... Я не уверен, что это насчет многополярного мира, это скорее именно диалог как таковой. После него пришел Ахмадинь и Жаб. При нем жесткая конфронтация с Западом. Рухани – относительное сближение с Западом. РССИ – конфликт. То есть, понимаете, достаточно разные президенты, которые ведут довольно-таки разную политику внутренне и внешнюю. Про конфликт элит, какие еще есть акторы в этом процессе. Как сейчас, кстати, ситуация изменилась как раз с изменением президента. Ничего, наверное, расскажу, как устроена вообще самая элитная группа. Я уже немножко говорил с точки зрения идеологического разделения реформатора, консерватора и умеренной, которые жутки между ними есть. Я хочу же смотреть не идеологически, а структурно. То это силовики, это духовенство, это гражданская бюрократия. И я выношу еще на таком личном допущении Ассамблея по определению целесообразности с 89-го года. Это был второй созыв, по факту, потому что он был еще первый, но он был менее формальный. В общем, с 89-го года 20% членов имеют западное образование. Вообще во всех Ассамблеях с того момента. Что это, если не кота? У них нет своего решающего голоса, но они могут высказать свое мнение. Каждая из групп тоже разлита. То есть, насколько я понимаю, силовики это не монолит. Есть разные группы. Во-первых, это, собственно, КСИР, о которых вы сказали. Это еще регулярная армия. Вот интересно, чем она отличается от других стран. То есть, в обычных республиках армия подчиняется, например, или президенту, или премьер-министру, или парламенту. В Иране же армия и КСИР, они не подчиняются президенту, они подчиняются верховному руководителю. То есть, а Италия? Да, но интересный момент. Как вообще изменил нескольких конституционный статус и Италы в двух версиях Конституции 79-го и 89-го года? Изначальная версия 79-го года. Верховный руководитель, он в первую очередь религиозный деятель. Если будет политиком, ну, это неплохо. После 80-го года верховный руководитель в первую очередь должен быть политиком и хорошо разбираться в исламском праве. А Италой быть не обязательно просто. Главное, чтобы верховный руководитель был политиком. Собственно, один из элементов самосеркализации режима. Сейчас это так и есть. Сейчас, да. По Конституции верховный руководитель не обязательно должен быть религиозным деятелем. Просто разбираться в исламском праве. Если говорить о конфликтных раскладах между КСИР-армией и другими группами, как он выглядит? То есть это борьба за ресурсы или за что? Да, КСИР это, по сути, с одной стороны это комсомол, с другой стороны это параллельная армия, и с третьей, я не знаю, это бойскауты, если так очень грубо проводить параллели. То есть это люди, которые, с одной стороны, получают мощную социализацию в КСИРе, и с другой стороны КСИР довольно часто служит таким социальным лифтом. И одновременно это способ получения дополнительной политической лояльности. Но это, опять же, достаточно условно. То есть, конечно, можно говорить, что КСИР в большинстве своем лояльные и прорежимные, но это, опять же, большинство, но не все. Если те, кто не согласны с режимом, они просто не говорят, либо говорят достаточно тихо. Как появился КСИР? С одной стороны, КСИР создавался для участия в Рано-Иракской войне, с другой стороны, для защиты строя Исламской республики. Это еще и внутренняя армия. Ну, что-то похожее на Росгвардию. Ну, да, да, да. Это такая пирамида, которая пронизывает все иранское общество сверху вниз. То есть КСИР — это... Если хочешь сделать какую-то карьеру высокую, то лучше себе пройти через КСИР. КСИР — это военное обучение, там один или два года. Рекрутирование происходит в мечетях, в школах, вообще где угодно. И КСИР — это рядового до главнокомандующего. КСИР участвует в боевых действиях. То есть он участвовал в Иран-Иракской войне, участвовал в войне, условно, большой коалиции Ирана с европейскими странами против запрещенного в России самского государства. Главное то, что оно подчиняется верховному руку Одессе. Это как бы еще национальная гвардия. Чем отличается от армии? Я бы сказал, что армия является традиционной. То есть классическая армия, как мы ее знаем, регулярной. КСИР — он же более идеологизирован. И КСИР пронизывает все части общества. То есть, например, в КСИРе есть такое подразделение БАСИЧ — это ополчение. Вот так вот, ополчение, да, ополчение. У БАСИЧ есть, например, свое отделение в университетах, которые обращены к студентам и к профессорам, то есть разные отделения. И есть отделение БАСИЧ, не знаю, в школах. У армии ничего подобного нет. Еще плюс КСИР отличается от регулярной армии тем, что КСИР — это собственник. Им принадлежат банки, заводы, медиа. Ну это, считайте, еще один баньет. Это как раз автомобильное строение, это некоторые крупные банки. Я точно название прямо сейчас не могу сказать, просто не помню. Ну, чтобы понимать, то есть шаб довольно-таки широкий. В десятки крупнейших банков какой-то есть опыт. Да, да, да. Ну либо доля КСИР, то есть 30-40-50%. Можно назвать это спецслужбой? У Ирана есть своя спецслужба отдельная. На самом деле это министерство разведки. КСИР — это скорее альтернатива имперской гвардии, которая была в Шахахах. КСИР изначально, когда он возник, он был достаточно слабым, то есть там не было ничего. В течение 80-х получают военные подразделения, университеты разные, различные школы военные, казармы свои, то есть различные площади и разного вида собственности. В 90-е годы появились ветеранские организации КСИР, которые уже в 2000-е начали играть большую роль в политической мобилизации. То есть эти самые ветеранские организации, например, они поддержали Махмуда Ахмадинижада. В общем, могу сказать, что КСИР со временем, в 90-е и 2000-е годы, он набирался больше влияния именно среди элит. Доля выходцев в КСИР постепенно росла. КСИРовцы потихоньку начали проникать в Совет экспертов. Они начались тоже 10 или 15 процентов, то есть они так или иначе достаточно влиятельные в таких достаточно важных органах власти. В правительстве у них тоже есть свои люди. Да, да, да. Ну, опять же, это зависит от компетентного правительства. Ну, это прямо понятно, что это ставленники КСИР в правительстве. Ну, это ветераны КСИР, они наверняка оказывают какое-то влияние. То есть вплоть до того, что порой некоторый министр образования Махмуд Ахмадинижадия был выходец из профессорской организации БАСИЧ, и он отвечал в том числе за то зарегулирование образования. Сейчас как конфликт выглядит КСИР и других элитных групп? КСИР, с одной стороны, может положить альтернативу Исламской Республике тем, что больше социальных и именно культурных свобод, но меньше политических свобод. Ну, опять же, это пока не очень понятно. Но тут, опять же, скорее в районе того, что КСИР подчиняется только верховному руководителю и подотчетам только перед ним. Он может вмешиваться в этом плане в дела других элитных групп. Конфликт с Пизышкианом есть? Пизышкиан, он бы не победил, если бы не было протеста 2022-2023 года имени Махсаймини. КСИР же они выступали, не подавляли эти протесты. Подавляли? Да. Частое подавление. Какие силы сочувствовали протесту 2022 года в Иране? В Иране это реформаторы достаточно очевидно. Представители городского среднего класса. А, ну и меньшинство этническое. Насколько крупными, серьезными, глубокими были протесты? А что реально изменили? Изменилась атмосфера. Раньше вообще думать о том, чтобы женщины могли ходить без киджаба, это просто нельзя было мыслить по большему счету. Сейчас в крупных городах такое вполне может происходить. И что можно сказать про Полицию Нравов, про ее участие, в принципе про ее генезис? Откуда она как раз появилась? Полиция Нравова, она это отдельный орган власти. Она, насколько я помню, возникла в середине 2000-х, как раз при Махмуде Ахмуде Нижаде. Она следит за соблюдением дресс-кода. Как раз она, Полиция Нравова арестовала Махсу Аминию и убила ее. Что касается именно реакции, то бы сказал так, что без этих протестов не было бы выбора при Зашкьяна. Почему? Эти протесты создали массовое недовольство, то есть они продемонстрировали. И возникло желание политической мобилизации. И плюс еще возникло сильное напряжение внутри элит. То есть оно не было сильно артикулировано, но оно было. И этим, например, я объясняю тот факт, что когда уже там кандидаты начали сниматься во время президентских выборов, один из них, то есть сторонники Галибафа, они поддержали при Зашкьяна, а не Джулеле. Почему это произошло? Потому что, опять же, как я понимаю, Галибаф видел при Зашкьяне к некоторой альтернативе. Если в варианте при Зашкьяна у Галибафа будет какое-то будущее, кроме качества главы Мичгиса. 79-80 год, да, сама революция и, ну вот самое главное, это захват посольства. Дальше начинаются санкции и начинается еще и война Ирано-Иракская. То есть в этих условиях, там, все, получается, 80-е, иранские власти принимают какие-то конкретные решения по стабилизации экономики и по развитию промышленности и сложной, и такой более широкого профиля. Вот что это за решение? Самое главное – это национализация всего. Всех крупных корпораций, на самом деле. То есть для этого были, с одной стороны, для этого использовались организации, которые существовали еще при Зашкье. Организация промышленного развития, я не помню, ОПРО, если коротко. По английски называется ИДРО. И она, собственно, отвечала за всю обрабатывающую промышленность. Плюс еще, если я не путаю, была создана отдельная организация, отвечающая за добывающую промышленность. Собственно, вот эти две организации, они все национализировали. Это главное. Но, опять же, проблема в том, что еще до революции часть собственников просто отказалась от своего имущества. Ну, они покинули страну, да-да-да. Части были репеттированы, поэтому осталось много предприятий просто без хозяйств. И вот, собственно, в 80-е как раз национализация, государственный контроль – такие ключевые моменты. И плюс попытка сделать первый план, но он провалился. В ранних еще шахских времен есть, ну, условно, пятилетки. Хотя, на самом деле, на первый план не был пятилетки, ни в Исламской республике, ни на самом деле, ни при Шахе. То есть, первый план в Исламской республике – это была семилетка, если не путаю, а при Шахе – шестилетка, а дальше – пятилетка. Но это, опять же, не такие пятилетки, как в Советском Союзе, они, скорее, направлены на привлечение инвестиций. То есть, согласно плану, мы рекомендуем вам, где лучше построить какой-то завод или какое-то предприятие в целом. Национализация. Да, национализация, соросление, еще изменение отношения с базаром. Что это за структура вообще? Все же примерно представляют, как выглядят наши советские рынки. Это базар, где торгуют всем, чем угодно, где можно стоять все, что угодно. Там нет никакого формального регулирования, все живут, как хотят, грубо говоря. Там формальные правила гораздо слабее, они менее эффективны. То есть, это целый институт – иранский базар, и он, как серая экономика, действует по каким-то немножко другим экономическим моделям. Такая специальная экономическая зона – иранский базар. Да, да, можно сказать и так. И что было при Шахе? Шах особо не вмешивался. Шах развивал ритейл, западные сектора, условно, то есть сектора современной экономики. И с базаром он практически никак не взаимодействовал, кроме двух очень важных моментов. Когда в 60-е годы началась белая революция, комплексная модернизация Ирана, было решено вкладывать инвестиции куда угодно, но не в базар. Меньше выдавать кредит в базар, а больше выдавать кредит своим лояльным предпринимателям. И второе еще, когда незадолго до Исламской революции была довольно-таки сильная инфляция, и Шах дал указание членам партии Растахис бороться с инфляцией очень оригинальным методом – запрещать базарным торговцам повышать цены на продукцию. То есть вместо того, чтобы реально снижать инфляцию, был запрет на повышение цен. Это вызвало протесты, базар закрылся, не только в Тегеране, но и в других крупных городах. И потом базар поддержал революцию. Каким образом? Деньгами? Да, деньги организационно. Собственно, представители базара сами выходили на митинги, потому что из-за Шаха они потеряли, собственно, деньги из-за всего этого. Они распространяли кассеты вступлениями в имени. Это снова перекликается с российской историей, потому что и большевиков, и меньшевиков, и всех левых поддерживал уже старообретческий капитал очень активно. И в первую революцию 1905 года, и во вторую, 1917-го. Большие суммы отдавая на как раз революционное движение. Про большие суммы я не уверен. То есть, опять же, это просто сейчас неизвестно, я не готов судить. В смысле, в плане Ирана? Да, я говорю про Иран, я не готов судить, да. Но информационно, да, организационно, да, это точно известно. Ну и, видимо, финансово. Да, да, просто данных никаких нет. А без них я не готов ничего говорить на эту тему. А вот что изменилось в Стамской республике? Появились специальные органы, которые начали контролировать базар уже со стороны государства. Сильное государственное регулирование, опять же, начало мешать торговле. Плюс еще торговля, при шаге, собственно, она же была... То есть, международная торговля была вообще без проблем. В Иране из-за санкций появилась большая проблема с нелегальными товарами, с контрабандой. И это сильно усложнило работу торговцев на базаре, потому что выросло количество этапов, то есть... Перекупов. Да, перекупов. И это сильно повысило цены и снизило прибыльность бизнеса. То есть, по сути, базар, который был независим при шаге, стал подконтрольным и экономически зависимым от государства в Стамской республике. Какие еще были приняты решения, начиная с национализации и промышленности, и базаров? Создание баньядов, это очень важно. Баньяды, это такие... Ну, можно в какой-то степени сравнивать с чужнокорейскими чеболями, можно сравнивать с японскими дзайбатсо. То есть, такие большие холдинги, которые вроде как благотворительные, но, на самом деле, они объединяют себе банки, заводы, промышленность вообще любого вида, в общем, предприятия разные по своему свойству. И эти самые баньяды, они контролируют довольно-таки значимую часть экономики. То есть, пока все, о чем можно сказать, это некая такая монополизация и превращение страны в корпорацию единую. Где-то это дает кумулятивный эффект, где-то есть минусы, как с базарами, где принимаются решения, когда люди не могут поднимать цены, и продавцы проигрывают. Приворнятие цен, это все же, в первую очередь, касалось шахского времени, но, в принципе, да. Монополизация, монополизация, монополизация. То, что базар был поставлен под контроль, это да, это он проиграл. То же самое, остальные сектора экономики. Но после 80-х ситуация сильно изменилась. После 80-х? Да. Как? Началась приватизация. Это я без шуток. То есть... Каких отраслей? Там вообще приватизацию начал еще президент Акбар Хашемиров в Санчжане. Начала при всех президентах, но если представить темную статистику, при ком больше всего раздавалась экстрактная собственность, это был, как это ни парадоксально, Махмут Ахмадиньжат. 90-е? Нет, это уже 2000-е, 2005-2013-е. Больше всего контрактов на продажу, аукционов разного рода было именно при нем. То есть это, грубо говоря, 60-70% всех аукционов, если говорить, и по количеству, и по объему собственности в реалах. Это именно при этом Ахмадиньжата. Чем обосновывалось это решение властями? Почему именно приватизация вообще началась? Потому что государственная собственность для себя была невыгодна. Но опять же, сменилось, во-первых, руководство страны целиком, именно высшее руководство. Вместо Хаминьи пришел Хаминьи. В 90-х был такой относительно либеральный. Плюс пришел, соответственно, президент Акбар Хашемиров в Санчжане, который тоже, я уже говорил, в принципе, настроен на сближение с Западом, на более рыночную экономику, потому что она более эффективная. Плюс государственная экономика была хороша во время войны, но когда война закончилась, она просто потеряла смысл. Плюс еще было, наверное, впечатление от падения Советского Союза. Главный проект в мобилизационной экономике как раз самый известный – это Советский. Понятно, то есть Иран здесь выступает как, если не копия, то… Не копия, он просто сделал выводы из падения Советского Союза и решил, что лучше начать приватизацию. А какие отрасли приватизировались? Там на самом деле довольно-таки много отраслей. Раньше был собственник только государства. Что изменилось? То есть просто новая группа собственников. Это пенсионные фонды, это регионы, это частный сектор. И произошла в этом плане просто такая децентрализация, опять же, капитала. И это, в принципе, на мой взгляд, было достаточно полезно. То есть понятное дело, что так или иначе, там многие наверняка согласовывались. В любом случае, раньше был собственник только один – это государство. Опять же, здесь про крупный бизнес. А какие крупные сделки можно назвать? Скорее, можно говорить о том, какие сектора кому принадлежат. Частный сектор, сейчас сектор доминирует в мировой банковской сфере. Если не путать сахар, еще в резине. Газ принадлежит только одной компании – государственной, там стопроцентная собственность. Нефть, там, в основном, государственной. Речь идет о внутренних собственниках, это не иностранцы? Да, только внутренние собственники. Это корпорации, семьи? Опять же, данных конкретно непосредственно нет. Можно сказать, что это баньядр, либо регионы, как я уже говорил. Там не разведена так сильная государственная и частная собственность. То есть, говоря, человек может быть чиновником и иметь свой собственный бизнес. Неплохо. То есть, тот же Акбар Шемира Сунжани известен, как фисташковый король. Крепкий орешек. Да, крепкий орешек. Фисташковый. Если про промышленность говорить, что Иран сумел, смог сделать. Ну, понятно, на поверхность не самое известное. Это автопром, если в военке, беспилотники. Но он же, в принципе, очень много всего, что делает. Еще эта медицина очень даже приличная. Ну, это скорее к науке относится, но это на грани. То есть, ожидаем продолжительность жизни в Иране сейчас больше, чем в России. Это было и до начала ИСВО в том числе. И до ковида дальше. Ну, то есть, Иран разработал свою вакцину от ковида, простите. Но это уровень, на самом деле. Не каждая страна может такое сделать. Конечно, с опозданием, но тем не менее. Что еще? Метро. За 25 лет получается. То есть, Тегеране метро начали прикладывать в первую станцию в 1999 году. Сейчас, я считал примерно по размеру, это Тегеранское метро, это около трети от московского. По километражу именно. Или там около половины. Ну, это примерно можно оценивать. Я знаю, в аэропорт одна ветка идет. И в некоторых регионах свое метро в некоторых городах. Крупных. Исфахан. Да, Исфахан. Там еще, по-моему, Тибрис, если я не путаю. В общем, в нескольких крупных городах тоже еще есть. Кто строил? Часть, насколько я знаю, это японцы, часть французы, часть корейцы. Но, опять же, такие детали не знаю. Но, тем не менее, сам факт. То есть, то, что Иран может создать свое метро, это... Пускай даже с помощью иностранцев, но сам факт. Еще какие-то высокотехнологичные отрасли? Нанотехнологии, например, как ни странно. Биотехнология. Ну, фарма, понятное дело, у них не... Она просто не могла не развиться из-за санкций. Есть такая интересная история. В Иране очень даже прилично развиты технологии, связанные с клонированием. Да. То есть, у них, к примеру, еще в середине 2000-х клонировали авцию, если я не путаю. В смысле, овечка доли, это еще в конец 90-х, думаю, все помнят. Но в Иране это уже в середине 2000-х. То есть, конечно, она встает от развитых стран, но технологии, они неплохо так развиваются. Служит фоном для всего этого, это наука. То есть, без сильной науки Иран не смог бы ничего этого сделать. А наука там очень сильно выросла. То есть, если смотрите на количество публикаций в рецензированных журналах, ну, хоть сколько-нибудь признанных, там, в основном с Копусом, в середине 90-х там было, по-моему, 500-600-700. В течение 2000-х годов их было 25 тысяч. И это было, по-моему, треть от всего Ближнего Востока. 2010-й — это 75 тысяч публикаций, и это четверть от всего Ближнего Востока. И сейчас Иранская наука — это около, по-моему, 2% всей мировой науки. Россия так можно сравнить или, ну, с Советским Союзом не получится, наверное? Ну, я думаю, что именно по темпам роста 2000-х годов Иранская наука росла вообще быстрее всех в мире. С нами был Илья Васькин, политолог-оронист. Меня зовут Андрей Дубровский. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, оставайтесь с нами и помогайте продвигать это видео. Друзья, знание — это сила. «Все! сможет движение сионалами» «Посекты! стамом» «Посекты!» «Соративный косекс» «Соративный космический» «Олимпийский» «Соративный космический» «Соративный космический» Редактор субтитров А.Семкин